Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет продолжаем читать книгу пророка Сафонии. На очереди у нас вторая глава. «Исследуйте себя внимательно», — обращается пророк к народу, а через пророка обращается к народу сам Господь. «Исследуйте, народ необузданный». Доколе не пришло определение. День пролетит, как Мекина. Мекина — это солома, полова, которая улетает от легкого дуновения ветерка во время обмолачивания на гумне. Тяжелое зерно остается после обмолота, а Мекина, полова или солома — эти термины обозначают одно и то же, то, что остается после обмолота зерна, она словно прах, возметаемый ветром, как говорится в первом псалме. Там вот тоже этот же самый образ, нечестивцы, они как прах пред лицом ветра, и не устоят они на суде и в собрании праведных. День пролетит, как Мекина. Улетит, пролетит этот день. И далее. «Доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней». День Господень, о котором говорилось в первой главе, это учение об этом Дне Господнем, развивается здесь во второй главе. И вновь этот день называется Днем Ярости Господней. День Господень, День Ярости Господней. Но для человека оставляется возможность покаяния, оставляется возможность обращения к Богу. Человек должен отвергнуть идолов, отвергнуть и власть, и подданные иудеи, должны отвергнуть материализм, отвергнуть почитание иных богов, и идолов всяких, и начать служить Господу Богу в соответствии с условиями заключенного с Ним завета. И поэтому пророк призывает народ «В защите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его». Кроткие наследуют землю, говорится в другом ветхозаветном тексте. В Нагорной проповеди Христа, в Блаженствах, вот эти наследующие землю кроткие будут вновь упомянуты. Здесь они называются смиренными земли, исполняющими законы Господни. «В защите правду, в защите смиренно-мудрие, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». Правда, цдока и смирение, смиренно-мудрие, когда человек смиренен пред Богом, когда он не думает, что если он имеет власть, деньги, богатство, славу, то этим он себя может как-то обезопасить от дня Господня. А со смирением служит Господу Богу и Ему одному лишь. Вот такой человек, он действительно может услышать призыв пророка. И тогда пророк говорит, «Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». День Господень наступит непременно, и будет разрушен Иерусалим. И богатые, знатные люди, те, которые имеют вес в обществе, будут уведены в вавилонский плен, а бедняки земли, амгаареца, не останутся. И вот, может быть, вот эта пророческая улай, эта маленькая частичка, она дает возможность, дает шанс для человека пережить этот день Господень и не сгореть в огне этого гнева Господня. «Ибо газа будет покинута, и аскалон опустеет, азот будет выгнан среди дня, и окрон искоренится». Здесь упомянуты четыре из пяти филистимских городов. Аза, Ашкелон, Азот и Крон — это все филистея, филистимские города. Далее, в пятом стихе, пророк продолжает обращение к окрестным народам, и уже его пророческий взор обращен к далекому острову Крит, Кавтор, горе жителям приморской страны, народу критскому. Греки тоже заботят пророка. «Слово Господне на вас, Хананей, земля филистимская, я истреблю тебя, и не будет у тебя жителей». Филистимляне, по всей видимости, были представителями народов моря, которые в свое время захватили и Египет, и приморскую вот эту вот страну, то, что называется филистимской низменностью, филистимской приморской землей, Палестиной, нынешней низменность на берегу Средиземного моря, и, по всей видимости, они были выходцами с острова Крит. Поэтому здесь пророк обращается не к современным ему жителям острова Крит, Кавтор, а, видимо, вот к филистимлянам. То есть, пятый стих продолжает то, что начато в предыдущем четвертом стихе. Так вот, говорит пророк, а не пророк, а Господь говорит через пророка, «Я истреблю тебя, и не будет у тебя жителей». Не останется жителей в этих филистимских городах. «И будет приморская страна пастушьим овчарником и загоном для скота». Итак, Господь совершит свою казнь, совершит свой суд не только над Иудеей, но и над филистимской землей. «И достанется этот край остатком дома Иудина, и будут пасти там, и в домах Аскалона будут вечером отдыхать, ибо Господь Бог их посетит и возвратит плен их». Плен сынов дома Иудина, плен иудеев окончится, говорит пророк, рано или поздно, и Господь возвратит их, возвратит их обратно. Причем земли, на которых обитали филистимляне, палестинцы, достанутся израильтянам. Когда сбылось это пророчество, оно сбылось в древности, продолжает сбываться сегодня, и, может быть, еще ждет своего пророческого исполнения. «Слышал я поношение Муава», обращается теперь пророк уже не на запад, а на восток, за Ярданью, где находится Муав, близкородственный Израилю народ, потомки Муава. «И ругательство сынов Аммоновых, Муав и Амон, потомки Лотовы, два близких Израилю народа. Как они издевались над моим народом и величались на пределах Его». Эдом, Муав, Амон, когда-то находившиеся в ассальной зависимости от царства Давидидов, от помазанников иерусалимских, они торжествовали и радовались, когда вавилоняне захватывали Иудею или угрожали Иудеи другие народы, например, ассирийцы. Они видели в этом возможность выйти из бассальной от Иерусалима зависимости, то, что в некоторых текстах называется преступлением, именно уголовным преступлением, такой там используется термин. И вот здесь звучит критика в их отношении. Здесь конкретно речь идет о Муаве и Аммоне. Эдом, пророк, здесь не упоминает. «Посему живу я, — говорит Господь Савалов, Бог Израилев, — Муав будет как Содом, и сыны Амоновы будут как Гаморра, достоянием крапивы, соляною, рытвенную пустынью навеки». Судьба Содома и Гаморры, Сдом и Амура, этих двух великих когда-то городов, известна всем читателям Библии из повествования, содержащегося в книге «Бытие». Вот эта же судьба постигнет аммонитян и муавитян с их городами, с их крепостями и со всей их спесью, и со всем их злорастом, когда они говорили «Ару-ару адгаисод», как мы читаем в Псалме, «разрушайте, разрушайте до основания его». Радовались, потирали руки, присвистывали, видя, как неприятели разрушают Иерусалим. 136-й Псалом сразу вспоминается при чтении этих слов. «Остаток народа моего возьмет их в добычу, и уцелевшие из людей моих получат их в наследие». В наследие получат они вот эти вот остатки муава и аммона, превратившиеся в соляные рытвины. Это им за высокомерие их, за то, что они издевались и величались над народом Господа Саваофа. Несмотря на все свои преступления против закона и против Господа своего, несмотря на все свое идолопоклонство, материализм и самоуверенность, народ израильский все равно остается народом Господним, и таковым он здесь у пророка Сафони называется. Он не может перестать быть Господним народом, народом Господа Саваофа, как сказано в 10 стихе 2 главы книги. Муаву и амону достанется это наказание за их высокомерие и за издевательство над Израилем, когда они издевались над народом Господним и величались над ним. Когда это было? Когда они, приятели, вторгались в Иудею и захватывали ее города. Страшен будет для них Господь, для соседей израильских, ибо истребит всех богов земли, и ему будут поклоняться каждый со своего места все острова народов. Острова народов в Писании означают самые удаленные, самые далекие населенные области земли. И вот даже там, на далеких-далеких островах, пророкам были известны острова Средиземного моря прежде всего, но мы можем сегодня актуализировать и сказать, даже в федеративных штатах Микронезии на Кирибате люди будут поклоняться каждый на своем месте, со своего места, только Господу Саваофу. «И вы, эфиопляне, избиты будете мечом моим». Эфиопия – далекая-далекая южная страна. Куш вместе со своим народом, с кушитами, они тоже будут избиты мечом Господним. Власть, его суверенная власть, простирается от самых далеких островов до Эфиопии. «И прострет он руку свою на север и уничтожит Ассура, Ассиря, Ашур, главный враг и апофеоз зла для иудейских пророков и обратит Ниневию в развалины, в место сухое, как пустыня». Здесь Ниневия, Нинве, это столица ассирийской державы, будет, согласно пророчеству пророка Сафонии, превращена в развалины, в место сухое, как пустыня. В 604 году до Рождества Христова вавилоняне именно так и поступят со столицей ассирийской и перестанет этот город быть не только столицей, но и, по сути говоря, и городом-то быть перестанет. «И покоятся будут среди нее», то есть среди Нинве, город на иврите женского рода Ир, поэтому среди нее, «покоятся будут среди нее стада и всякого рода животные, пеликан и еж будут ночевать в резных украшениях ее, голос их будет раздаваться, в окнах разрушение обнаружится на дверных столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки». Такая картина оставленности человеком, разрушения, дикие животные, звери поселятся во всех этих чертогах, дворцах столицы Ассирии. «Вот чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем, «Я и нет иного, кроме меня!» Как он стал разваленою логовищем для зверей, всякий, проходя мимо него, посвищет и махнет рукою». Свистнуть, махнуть рукою означает презрение, насмешку и издевку. Вот что заслужит Ниневия после долгих десятилетий, даже столетий своего господства на Ближнем Востоке, в Передней Азии. Так происходит со всеми царствами-государствами, со всеми империями, со всеми тоталитарными державами, когда исполняются божественные времена. Каким бы ни было государство сильным, могущественным, его время существования этого царства-государства ограничено божественным судом. Только Господь является сувереном во Вселенной, и только Он по своему, порой неведомому нам промыслу, дает возможность тому или иному государству торжествовать, доминировать, порабощать другие государства, другие народы, а в конце концов кладет конец его доминированию, его существованию даже. И власть передается другому народу. Так произошло с Неневией. Власть перешла затем к вавилонянам, наступила новая вавилонская эпоха. Она продлилась не так уж долго, ее сменит персидская. После персидской наступит эллинистическая эпоха, после завоевания Александра Македонского, затем римское завоевание в первом веке до нашей эры. Оно продлится чуть дольше, затем византийский период. И так, одна эпоха сменяет другую, доминирование одной империи, одной сверхдержавы в мире сменяет доминирование другой. Но в конце концов, все это ничто по сравнению со властью Божией. Господь дает свою власть тому, кому Он хочет. А по сути-то, кто бы ни правил, в мире, и какие бы на себя люди ни напяливали звания и короны, только Господь является царем, повелителем всего мироздания. От мельчайших пылинок Вселенной до галактик и сверхгалактических пространств. Запись делается из библейского портала «Экзегет». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok